фанеру которую раскроил по размеру уложу а сегодня приехал и и опять поднял потому что мне здесь нужно пилить по размеру вот эти вот бруски и укладывать на каждое свое место здесь доску распилил по размеру вот так вот набросал каждом пролете и теперь мне нужно вот эту доску вот сюда вот укладывать и прижимать вот к этому бревну чтобы мышь здесь не бегала если я прижму то возможно ну может быть мышь сюда забежит ну от этого никуда не деться возможно но для нее сделать еще препятствие что я и делаю сейчас я буду забивать глазами вот таким вот дурацкий молотком кто-то мне его подарил так не расставлюсь этим молотком и пальцы постоянно вот этими углами себе в общем достается моим пальцем по полной программе так вот это вот место самое самое выпуклое значит мне нужно забивать вот в это место вот сюда забивать вроде все кроме к высота побольше отпилить бы чтоб не ковыряться потом в дальнейшем или прострогать скорее всего надо строгать значит так я и сделаю а здесь что у меня получается здесь тоже чуть-чуть одна доска вот смотрите размеры ее разные наверное прострогаю а то потом будет проблема лучше вот эти вот поперечные будут чуть чуть ниже чем выше потому что основная доска то вот это и она будет держать вот эту доску то есть вот этот брусок она будет держать то есть лучше утопить немножко но я прострогаю конечно все будет ровно но самое то главное мышь не пролезет каждый раз нужно делать препятствия для этих мышей ну соответственно тепло оно и будет сохраняться раз щели нет все запениваю по полной программе и еще раз здесь тоже буду пропенивать вот так буду делать все вот эти вот картыши прострогал и забил теперь нужно вот эти вот бруски вот сюда вот резать устанавливать и забивать но расстояние здесь если там будет ванна комната а здесь будет прихожая здесь людей не так много будет ходить может два-три человека это такого движения здесь и такого давления здесь не будет на эту фанеру здесь расстояние по оси от одного бруска до другого бруска можно сделать сантиметров 40 можно и 50 сделать ничего страшно а если ванная комната и вдруг может быть такое пока еще ничего не говорят захотят укладывать плитку то эту плитку надо клеить на эту фанеру если будет большое расстояние и нежелательно делать большое расстояние чтобы плитка мощно и долго держалась на этой фанере вот расстояние по осям этих брусков чтобы они были установлены через 30 сантиметров по осям через 30 вот в практике у меня было ни одна плитка еще не отлетела клея плитку на фанеру но делал расстояние очень маленькая вот такой вот расстояние если здесь у меня по осям 30 здесь 37 фактически квадрат и получается здесь по осям буду делать 30 сантиметров но здесь прихожая это конечно такого делать не буду а сделаю стере 40 сантиметров тоже будет надежно можно здесь ламинат будут укладывать может линолеум я не знаю все зависит от денег и так на строительстве и так много уходит и по этой двери наступили морозы где-то 16 градусов и вот я наблюдаю вот здесь вот такие вот смотрите и здесь тоже самое какие-то следы холода туда же вот поблескивает но видно вот это вот все замерзло вот это все замерзло то есть все-таки холодный воздух этот мороз проникает через вот эти вот прокладки хотя их там по-моему три штуки и все-таки проникает а замок вот этот вообще обледенел то есть этот дверь русская зима вот здесь тоже влага появилась вот эта дверь русская зима и коробка с разрывом то есть вот этот металл и тот металл в данный момент я вижу что не работает может другие двери еще хуже бы сейчас данный момент покрылись бы и не но здесь более-менее сравнить не с чем не знаю даже с чем и сравнивать ну данный момент вот он но это скорее всего не сама коробка коробка теплая она теплая какая температура здесь такая температура и на вот этом металле этой коробке но замок весь полностью и вот по ручке пошел и не потому что здесь тепло там холодно вот такая вот дверь огромные просто деньги и вот что наблюдается может здесь недостаточное тепла которое бы переодолевал бы давил бы тот холод как бывает циклоны циклон холодный циклон горячего воздуха если в горячий воздух сильно нагревается и движется он его выталкивает а если в холодный воздух скажем земля отлетела от солнца куда-нибудь подальше туда то холодный воздух переодолевает и здесь то же самое то есть скорее всего здесь недостаточного тепла чтобы теплый воздух бы давил бы теплый воздух давил бы этот холодный воздух не знаю но еще здесь отопления нет далее будем смотреть как это все будет происходить пока занимаюсь только еще с полами сделал разметку вот эти вот черточки стерез 40 сантиметров по оси и размер брал от вот этой фанеры потому что здесь будет шов и от этого шва у меня все размеры идут сюда здесь черточку сделал и здесь тоже черточку сделал если например забивать брусочки вот эти поперечные и делать одну линию конечно забивать очень сложно и в общем закручивать там надо в основном намного удобнее таким вот образом саморез один саморез второй и не выворачивает этот брусок можно забить конечно как я сейчас забил с одной стороны гвоздь вот с одной стороны гости вторец и с другой стороны гости торец то есть этот брусочек забил и стель здесь пролёт еще один брусок забил то есть вот сюда вторец легко забивается быстрый моментально. В данный момент я сейчас вот здесь забил гвоздь вот таким вот образом. Вот так забил. Но брусок не треснул. Скорее всего он сухой и материал мягкий. А здесь я в данный момент не забил, а закрутил. Как с одной так и с другой стороны саморезами. А здесь только забил. Забивать эти бруски одним гвоздем, но брусок вот так вот вращается. Тут нет никакого смысла для этого бруска, чтобы его намертво там забить так, что он бы не двигался ни туда ни сюда, как я закрутил там саморезами. Этот брусок, забитый с одной стороны гвоздем и с другой стороны гвоздем, то есть по одному гвоздю в центр. Брусок вращается. Будет держать по полной программе, потому что вся плоскость этой фанеры будет укладываться, закручиваться сюда и здесь этот брусок тоже будет закручен саморезом через фанеру. И этот брусок, он же ровный, он никуда не денется. И эта фанера будет держаться по полной программе и тоже никуда не денется, и двигаться таким вот образом не будет. Этот гвоздь не даст ему этому бруску сдвинуться вверх. Ну, вроде бы понятно. То есть, как выберет себе работник забить этот гвоздь, закрепить вот этот брусок, так оно и будет. И ничего страшного не будет. То есть, у меня здесь ось. Стерез пролет эти бруски. Теперь вот этот брусок я буду укладывать вот сюда. То есть, по оси. Вот так от оси сдвинут в ту сторону. То есть, этот пролет будет от оси брусок забиваться в эту сторону, а в этом пролете будет забиваться в эту сторону. У меня тут не разгонится, но все равно намного проще забить гвоздь. Ну, у меня в данный момент есть дрель, которую можно также закрутить саморезами. Ну, саморезов очень много будет уходить. А таким вот образом гвоздем взял, забил торец, смотришь верхушку и забивай себе, да забивай. Никаких проблем нет. Чуть-чуть наживил, палец сюда подставил и следишь за уровнем. Главное, чтобы выше не было. Забиваю, а рядом этот брусок. Все. Забил с одной стороны одним гвоздем. Беру еще один гвоздь, который у меня есть в наличии. Подбиваю. Главное, чтобы не выше был. Стараться ровенько делать, но не всегда получается ровно. Делаю по оси. По черточке делаю. Этот брусок будет держать фанеру в этом месте, вот именно в этом месте, по полной программе. Этому бруску ничего не будет, если он даже вот таким вот образом вращается. Итак, я в данный момент бруски забил, и ось у меня между этими брусками, а здесь у меня забито, я сделал ровненько. Конечно, когда полосу сделаешь и закручиваешь, тут не спутаешься, а тут можно спутаться, и знать надо обязательно, куда закручиваешь этот саморез. Опять делать нужно разметку. Вроде бы понятно. Зная один пролет, в этом пролете брусок уходит от оси туда. сейчас я это все сделаю, опять все здесь подмету, закрою и на два самореза закручу, чтобы эта фанера взяла в себя столько с воздуха жидкости, сколько жидкости находится здесь, в этом помещении. Если ее будет много, она немножко как бы растянется в разные стороны. А если я, например, забью, и как обычно показывают везде лежит фанера, а ее закручивают, закручивают, и говорят, вот здесь обязательно нужно расстояние, берут гвоздь вот сюда, вот такое расстояние должно быть, и берут следующую фанеру и закручивают. Ну, как закрученная фанера уже будет сдвигаться, она никак не будет сдвигаться, как был зазор, так и останется навеки. А вот сейчас укладка идет этой фанеры, и пусть она лежит до последнего, пока я какие-то работы веду. Эта фанера как бы вытянется, и потом в дальнейшем я, конечно, ее закручу без каких-либо зазоров, стык-встык, и никаких проблем не будет никакого выпучивания между этими фанерами, стык этот не будет вот так вот подниматься, ну, не будет подниматься, и все, потому что саморезы будут уже закручены. Вот такая у меня решетка получилась. Теперь буду укладывать вот этот вот лист фанеры, а чтобы ее уложить, опять точно так же, как и там, буду делать ось каждой доски, чтобы не потерять эти оси. Здесь ось у меня вот здесь, понятно, то есть от этой оси 2,5 см и 2,5 см в эту сторону, то есть мне нужно не проморгать, если я буду чертить, то понятно, от этой оси именно в этом пролете здесь буду закрутить, в общем, чтобы не проморгать, и как это будет получаться, я даже не знаю, всякое может быть, но мне нужно вот эти вот черточки именно сделать таким вот образом, чтобы мне знать, я, наверное, не осевую буду делать, чтобы не спутаться, это можно и спутаться, теперь укладываю этот лист, здесь я нарисовал крестик, значит, этот лист пойдет вон туда, будет туда вот, там, укатываться, все, я не давил, этот лист еле-еле не давил здесь у меня вот это вот, чтобы не проморгать, это понятно, здесь я уже нарисовал, теперь сдвигаю, все, сдвинул, и у меня вот здесь получился крестик, все, тут у меня просто прекрасно, и теперь, пока я не забыл, пока все свежо в памяти, нужно, то есть, вот эти первые начеркать, сейчас я и буду черкать, где-то у меня тут кусок фанеры, вот она, фанера, а то не видно, там тень такая, приподнял, и теперь делаю такую вот черту, все, карандашом, такую работу сделал теперь здесь, то же самое, то есть, у меня вот здесь все ровно, пока фанеру закручивать не буду, один саморез, вот закручу один, и все, больше трогать не буду, могу посередине закрутить, без разницы, но закручивать пока не буду, а то начнет, как говорят, расширяться, такого я делать не буду, теперь, вот эта вот полоска, и вот это вот, если я вот смотрю, вот здесь, то есть, вот так, вот так, и сюда переходит, вот теперь, чтобы не ошибиться, чтобы никаких проблем не было, то есть, я, наверное, вот так сделаю, раз, 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 пунктир для себя обозначил, а теперь уже будет легче работать, то есть, это вот, значит, это сюда, это сюда, вот, видите, какая проблема, недавно, вот, буквально секунду, так, это будет, вот, два с половиной сантиметра, ось, а здесь ось, и уже все, можно запутаться по полной программе, так, вот она же, дво с половиной и пять, значит, стерез пролета, вот здесь черта, вот здесь черта, теперь, здесь надо будет, тертить, так, вот здесь черта, пропускаю, здесь черта, и все, то есть, вот такая вот разбежка, представляете, какая разбежка получилась, и буду там делать, и там, то же самое, вот, вот, вот здесь закручивать надо, и вот здесь, вот, смотрите, две черточки, и непонятно, где, что, вот, 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Прекрасно будет Я бы гвоздем, конечно, такую работу в жизнь бы не сделал Стукнул бы, у меня бы брус куда-нибудь укатился Все, с одной стороны подчерточки Осталось с другой стороны Ну, пена аж вот эта прилипучая Вот и все Теперь со стороны входной двери Вот это вот место будет теплым Это я точно знаю Здесь холодного места не будет И теперь точно так же надо и с этой стороны сделать Конечно, я брусок уже приготовил Но по размеру я еще не отпилил Ненужное место я, конечно, отрежу И точно так же сделаю Но вот эта кирпичная кладка Она будет продолжать давать холод Потому что промерзание этой кирпичной кладки Будет по полной программе И мне, конечно, это все нужно утеплить Утеплителем, который у меня остался Я все это пеной и утеплителем здесь проложу Чтобы эта кирпичная кладка не давала конденсат Потому что здесь будет тепло, а это будет холодное И будет постоянный конденсат И постоянно холод, и сырость будет Ну, нежелательно И, конечно, фанера будет набирать эту влагу И постоянно там будет не очень-то и приятно В общем, и здесь кирпичная кладка И здесь будут тоже все утеплять Потом, конечно, и продолжать буду еще утеплять Перед тем, как закручивать эту фанеру Вот эти вот места Вот эти вот места Со стороны улицы Тут будет, конечно, холод Здесь тоже буду утеплитель укладывать Там будет тепло в подполе Ну, вроде бы, вот такая вот работа Уже заканчивается с этими полами И буду скоро переходить на потолок